всем привет с вами снова трибунал и сегодня мы поговорим о новом улучшении союзников это тир-5 который но он уже там талант называется но в принципе не имеет значения так как в народе считается тир-5 значит при улучшении вот есть тир-4 до союзники и при помощи улучшение на тир-5 у вас появляется еще один вот получается 5 4 скилл союзников то есть можно в галерее их посмотрите здесь их у всех по 4 значит крошу кроме того что появляется у вас еще один скилл 4 он пассивно пассивно улучшает какую-то активку и также пассивку у союзников значит кроме того что он появляется его нужно еще и прокачать то есть изначально появляется только 1 то есть верхняя часть если вот взять в галерее до посмотреть например вот да есть первая часть белым которая лучше увеличение урона до на 44 также есть вторая часть где увеличение урона скилл бикини а бикини принцесс скилл до увеличение на 16 процентов когда он появляется при прокачке на плюс 10 уже нашей новой нового союзника то есть этот вот союзник да вот уже апнут до тир-5 после чего у вас начинается прокачка вот такая вот здесь вот у . у каждого свой скилл у каждого союзника его нужно докачать до 10 и тогда откроется вот дополнительный скилл вот если взять и риту это увеличение урона по цели которая на расстоянии пяти метров это вы сразу получаете то есть урона эрей она сама наносит урон на немножко повышается всем при при том что союзник находится не союзника противник находится в пяти метрах а для того чтобы увеличить урон от последнего навыка да вот этого пассивки здесь 15 процентов для того чтобы увеличить до 20 процентов и и нужно прокачать на 10 значит сколько идет у нас красных камней для тир-4 то есть во первых до тир-4 вам нужно 300 камней далее это 30 90 и 180 это 300 камней далее чтобы апнуть на тир-5 вам нужно 180 еще красных камней после этого вам нужно еще 200 красных и 200 желтых камней для того чтобы поднять до плюс 10 соответственно все абсолютно полностью занимает это 680 у нас красных камней и 280 желтых камней это для полной прокачки на нынешней стадии игры союзника то бишь может быть в дальнейшем будет обновление еще добавит какие-то там там выше выше уровня но данный момент это 680 красных 380 желтых камней это максимальная прокачка от 0 до тир-5 плюс 10 доп скилл вот и с активацией сами скиллы мы сейчас рассмотрим посмотри к сожалению можно скиллы только те которые есть бои союзники потому что других союзников пишет дублирует ну то есть никто не покажет если например вот взять эрию взять но она пишет первую часть на вторую часть не напишет вам так значит что у нас уэри варим увеличение ультимейта до урон и также увеличение пассивки это при прокачке на плюс 10 что у нас у потери да кстати данный скилл только у основных союзников и упать и союзников о в дальнейшем будут еще и в колледже и у остальных но пока только так значит упать и и это у нас увеличение дамага ультимейта на 44 процента и увеличение бонуса вот этого до бикини принцесс на 16 процентов дополнительно ну в принципе ни о чем area интересно плюс 5 процентов дамага ну в принципе неплохо так лу минус значит что у нас а если он на расстоянии трех метров находится от цели которую он будет ультвить значит по 100 процентов будет крит и также при проточке на плюс 10 урон поднимется на 20 процентов и крит дэмэдж увеличится на 20 процентов окей дальше смотрим по типу значит у него щит значит да есть щит который он дает значит бонус счета увеличится на 72 процента и также будет даваться иммунитет пока висит щит кстати не интересно так такой же эффект при проточки на плюс 10 увеличится на 20 процентов домах и крит дэмэдж значит а здесь в принципе интересно сколько этот щит дает так дальше смотрим что у нас что у нас джо ханчу а нет значит здесь ошибка вот этот вот последний который домах пишется здесь не так будет он заглючил видите отсюда он пишет последние ты столько первая половина правильно пишет вот этот белым трое нет то есть если у вас нет союзника вы не сможете посмотреть вторую половину правильно а первое значит у джо хана берн эффекту на 10 секунд увеличится на 26 процентов но видите нельзя посмотреть колледжа хана колледжа нет так урон окей смотрим он он и значит ультимейт увеличивает домах на 30 процентов увеличит так и пробив на 3 процента на 10 секунд то есть вот этот вот пробив который здесь он будет еще на 3 процента выше если точнуть на 10 домах увеличится на 50 процентов пробив на 8 так что у нас еще есть здесь открыто шей чейсон а почему у него нет при проточки странно кстати нет при проточки дома ультимейта увеличивается на 30 процентов а также физ урон входящий в противника увеличивается на 10 процентов то есть на противника вешается дебаф при использовании ультимейта да я так понимаю и дома входящий противником увеличивая физ дома входящих противника увеличится на 10 процентов но Но это каким-то, я не знаю, ганнером, файтером, то есть будет очень даже ничего. Так, дальше что у нас? Минзулу. Ну, у него хороший талант, я бы сказал. Во-первых, при прокачке до Т5 у него гарантированно будут вылетать 2 бафа, минимум 2 бафа. А также они будут усилены на 20%, то есть на 20% больше будут давать. Если проточить на 10, то увеличивается, в 3 раза увеличивается шанс на то, что вы получите 4 бафа. Ну, это, кстати, 4 бафа, ну, очень часто будут вылетать 4 бафа, и они будут такие большие. Ну, в принципе, там хороший буст. Так, смотрим дальше. Рури. У Рури у нас все как-то просто, увеличивается дамаг, а также увеличивается бонус от физмаг атаки на 125%. Вот там никто, ну, ничтожный бонус, в принципе, и даже с приростом на 125% он не будет давать чего-то прям сверхъестественного. То есть там ни о чем. Что интересно, это Чимиген. Значит, у него увеличивается, при проточке на Т5 увеличивается бонус щита в 2 раза, да. То есть он в 2 раза больше дает дефа. И также на время этого щита вешается и мун, то есть супер армор, который не дает вам получить какой-то дебаф. Также, если проточить на 10, то уменьшение входящего урона от ультимейта будет 30%. То есть если взять вот Чимигена, да, у него 305 нот сотый уровень, 305 тысяч щит. Если закинуть, получается, на Т5 его, сначала Т4, а ну Т4 дает у нас, да, щит поднимется до 302, ну, не сильно, 320 тысяч. Окей, ну, дальше мы поднимаем этот щит до 320 тысяч, мы его поднимем в 2 раза. Если на Т5 закинем, это будет почти 650 тысяч. И также увеличится вот этот 20% входящего дамага, уменьшение, будет 30%. То есть, соответственно, и на это время, на 10 секунд, у вас еще и супер армор будет вешаться. Это просто, ну, блин, очень крутая карта получается. Не в основу, конечно, а дополнительно, как в деф, ну, в PvP она must have. Пятая плюс 10, это стопудово, потому что она будет реально давать очень дофига дефа. Она будет резать очень дофига урона и еще и будет давать вам супер армор. То есть это прям вообще очень-очень круто. Вот, в принципе, я думаю, что это все. То есть, по Т5, которые есть в карте, мы прошлись. Я по всем скинлам сказал. Основное что? Ну, Чимиген должен быть пятерка. Минзулу должна быть пятерка. Эречка по-любому пятерка. А остальные уже по обстоятельствам, возможно, даже тот же, я не знаю, ну, в принципе, остальные так себе. Я бы оставил Эрю в центре пятерку проточенную, Минзулу, Джимми в первом-втором слоте тоже пятерку точенную. А остальное уже, соответственно, по обстоятельствам для статов и так далее. Если есть свободные, то качать. Если нет, то не тратить камни в пустую. Вот. Это был такой краткий экскурс в Т5 карты. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, пишите в комментарии. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok